добрый день дорогие друзья сегодня 18 июля 2023 год я нахожусь сейчас в болгарии добирались мы сюда из москвы через стамбул на один день останавливались в стамбуле то есть у нас было две ночи и один день остановились в стамбуле в отеле монако три звезды очень неплохие завтраки на седьмом этаже там терраса такая как бы стеклянная приятный интерьер ну отель как бы обычный понравился ресторан на седьмом этаже вы находитесь как бы на террасе на веранде открытой было много фруктов ну у кого маленькие дети тем наверное интересно не было ни каш ни омлетов но были яйца значит оттуда дальше мы из стамбула добирались до бургаса на автобусе значит у нас получилось мы ехали говорят что можно добраться за 4 6 часов у нас наверное часов 10 получилось выезжали мы где-то в 2 30 в бургас приехали около 12 часов очень много времени у нас заняла таможня ну а из бургаса у нас уже ждала машином арендовали машину и вот добрались до этого комплекса который находится вот на небольшом таком ну пригорке на возвышенности отель находится достаточно далеко от моря где-то километра два-три до ближайшего города ахиллой это где-то километра тоже 3-4 и до солнечного берега 9 километров вот впереди я сейчас увеличу находится ахиллой город известен тем что здесь на реке рядом с этим городом на реке ахиллой проходила битва между болгарами под предводительством царя симеона первого и византийцами и победу одержали болгары вот здесь если направо проехать наверх там находится по-моему это как называется винокурня стоит крест посвященный этому событию крест симеону и там можно купить недорогое вино болгарское значит немножечко комплексе комплекс вот я сказал находится на такой возвышенности на территории находится отель вот в таких домиках четырех пятиэтажных находится апартаменты которые сдаются и и также там есть вилла есть два бассейна один бассейн для детей и один бассейн для взрослых и два ресторана есть маленький мини-маркет то есть там можно купить какие-то крема но это дороже чем в городе добираться вот я сказала сюда можно на машине если арендовать такси кто заказывал такси на дубровку или можно пойти налево вот туда по шоссе как где-то минут наверное 15-20 находится остановка ходит 22 автобус и он ведет едет на солнечный берег и точно так же на этом автобусе если поехать в другую сторону можно добраться до бургаса пойдемте я покажу сейчас вам комплекс что находится внутри как он выглядит изнутри подышу воздухом это все кабинет 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 это центральная аллея комплекса здесь находятся три улицы и названы они по сортам винограда или по сортам вин по моему так вот справа главная как бы скажем так улица который ведет к отелю она называл называется траминер есть улица мерло и каберне по моему так есть не ошибаюсь вот если мы сейчас пройдем прямо то там впереди детская площадка находится детский бассейн потом ресторан апартаменты еще один бассейн уже взрослый и потом будет отель с рестораном вот здесь находятся апартаменты и у каждого у каждой квартиры у каждого как бы ну да у каждой квартиры вот такие на такой маленький приусадебный участок то есть эта территория которая относится к этим апартаментом вот например в частности к этим это детская площадка и впереди детский бассейн сейчас подойду поближе видите гортензии здесь и укрывать не надо она растет сама по себе хорошо у меня вот в москве растет только белый гортензия обычная а здесь пожалуйста ну климат совсем другой конечно вот в этих домиках находятся апартаменты комплекс уже лет 15 наверное этому и видите уже какие стали большие деревья это детский бассейн ну вот здесь уже поглубже вот здесь наверху находится ресторан вот там выше апартаменты и и за этими апартаментами находится еще один бассейн но уже взрослый ну вот здесь делают гриль в ресторане видите народу совсем немного ну местность здесь такая не плоская комплекс находится на небольшой возвышенности поэтому здесь так кругом ступенечки это отель вот отсюда я пришла это апартаменты и вот по этой лестнице я поднималась вот там где маленькая собачка там находится небольшой магазинчик мини-маркет и этот бассейн для взрослых вот я сейчас выхожу на вторую улицу здесь уже между второй и третьей улице начинаются бунгало или виллы сейчас поднимусь наверх там построили еще один как бы комплекс который принадлежит этому он еще не заселен в принципе по моему всего три человека там живет но оттуда открывается вообще очень красивый вид на город ахиллой на море но я сейчас там достаточно круто попробую подняться но комплекс еще не достроен летом нельзя строить поэтому здесь тишина ну наверное осенью будут опять продолжат это слева гостиница и вот это вторая улица как раз по ней можно сейчас спуститься повернуть налево то можно выйти в бассейн для взрослых вот пошли виллы здесь виллы есть на 2 и на 3 спальни здесь небольшая площадка вот что-то высадили здесь уже какие-то деревья кустики вот видите там я показывал деревья уже большие 15 лет прошло а здесь только высадили береза какие-то кусты все еще такое маленькое и вот это вид сверху вот как раз комплекс вот слева гостиница внизу апартамента если мы пойдем спустимся вниз я покажу вам несколько видов и впереди город ахиллой налево туда вот идет солнечный берег если поехать направо то будет бургас аэропорт бургас вот видите в аэропорт или из аэропорта из аэропорта летит самолетик он улетел но он обещал вернуться мил и вот здесь впереди еще есть площадка для машин это вот парковка видимо для машины я не знаю как бы въезд вот оттуда слева а будет ли отсюда спуск ну скорее всего вряд ли и вот в ту сторону находится каблешково там по-моему по четвергам раньше так по крайней мере было были небольшие ярмарки фрукты овощи одежда что-то по мелочи можно было купить так и сейчас здесь еще есть одна такая терраса и с этой террасы открывается вид на ахиллой красивый наверное будут делаться перила потому что смотрите достаточно здесь глубоко то есть если ребенок побежит здесь конечно легко упасть вот но еще я говорю отель не достроен вернее это комплекс такой наверху не достроен видимо будет доделываться еще ну это я нахожусь внутри комплекса этого нового вот здесь бассейн но он пока еще пустой и такая площадка наверное здесь будут люди загорать вот вдали это винокурния там дальше отель волна там можно купить на день если не ошибаюсь такой как бы абонемент вы можете приходить в течение дня там все кушать лежать на их пляже то есть ну на один день только не знаю сколько это стоит и вот начинается бунгало сейчас пытаюсь уменьшить да бунгало у них свое парковочное место есть бассейн вот виднеется бассейн то есть вот отель апартаменты и вот справа пошли бунгало все находятся справа и вот там стоит что-то типа флагшток я только не знаю то ли это для флага то ли это от молнии что-то вот сейчас покажу площадь если я до нее дойду такая маленькая вот видите такая железочка что это такое не знаю ну и вот этих бунгало есть тоже места где можно пожарить терраса вот видите здесь даже какая большая терраса вот этих апартаментов наверное несколько комнат но пока еще отель вот не запустили этот потому что видите еще не доделали вот здесь наверное будет ресторан я так думаю а вот что это белое такое мы поживем увидим ну это вот такая площадка видите она наверное здесь будут шезлонги а может здесь ресторан будет судя по всему да наверное будет или какой-то бар или ресторанчик здесь окна стеклянные закрыты и вот так бит сверху на комплекс и вот там въезд в комплекс а вы не расходитесь пока я ненадолго нет я не расходитесь пока с